Взрыв Правое время Все ли не видно? Да Поблюже давай чуть-чуть Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады вас приветствовать сегодня на семейных посиделках. Сейчас подойдёт Илья, и мы, пожалуй, с вами начнём. Давайте будем общаться и говорить. Давай поговорим о том осём. Добрый вечер! Кстати, да. Погода сегодня ужасная, но я думаю, что у нас будет сегодня тепло и уютно. Да, да, да. Не зевать. Добрый, добрый, добрый вечер. У меня сегодня жара. Ужас! Вот видишь, Марк, какой ты счастливый, а у нас холод и дождь. И вообще, караул. Мы, наверное, не дождёмся лета и тепла. Как дела, Илья? Хорошо. Как у тебя дела? Хорошо. Да? Всё хорошо. У нас дождь, и у нас весь день ильёт, ильёт, как из ведра. Вообще, это какой-то кошмар. Дом, конечно, хорошо, тепло и уютно. Да. То дождь, то солнце, то дождь, то... Когда у нас солнце сегодня было-то чего? Ну, чуть-чуть. Было? Угу. Не видела я солнца. Илюша, видео про кофемашину просто супер. Кофе получается? Получается. Только я сначала тумблер не туда повернул, у меня холодная вода полилась. Там надо было на горячую. Я думаю, красная кнопка, думаю, это стоп. А синяя, это работа. Это, как казалось, горячая холодная вода. А что там про кофе описывались от смеха? Ну, вот, видишь, меня смотрят видео, а ты же не смотришь мои видео. Ну, я ещё не смотрела сегодня. Кофе пьёте? Пьём сегодня все пили и оценили. Я мою полы, позже напишу. Ну, слушаю вас. А, понятно. Так что вот так. Завтра концерт. Погода говно. А как же, если будет дождь? Не знаю, я вообще, что там будет, что не будет. 12-го это воскресенье. А когда завтра? Завтра 12-е? Завтра что? Да. В понедельник, я не знаю, что работают все, не работают. А что, праздник, что ли? Почему не работают, не работают? Какой праздник-то? Как день прошёл? Да и день прошёл нормально. Илья Рам. А, Илья не работал сегодня. Илья сегодня отдыхал. Нет, я сегодня выходил. Я сегодня 11 огурчиков китайских посадил. А зачем ты их так много-то посадил? 11 он китайских огурцов посадил. Праздник, день России. А, день России, да. У нас в Москве сегодня тоже ветром деревья. А, в Минске поломала. Илюх. Ай. Классное видео про кофемашину. А, да. Про кофемашину-то. Хотите посмеяться? Ага. Сейчас я вам, знаете, что скажу? Давайте все вместе посмеёмся. Ага. Нам сегодня сообщили, что нам, нам, в Саду Левогороди, на наш канал, наконец-то пришла серебряная кнопка. И нас её приглашают получить в Киев. Поедешь в Киев? Нет, я никак в Украину, я на Украину или как в Украину я не поеду. Туда ехать опасно. Понедельник выходной. Понедельник выходной. О, как. Вот, вот, потому что в Киев у Ютуба там как офис считается или что-то. Поэтому в Киев. Там будет как вручение. Там вручение, торжественное вручение. Вот, да, раньше было в Москве, а теперь диверсия. Мы сказали, мы туда не поедем, пусть нам высылают почтой. Нет, туда приключений искать мы не поедем. Они же обычно домой всем присылают. Нет, они обычно торжественно вручают. Вручают привет за кнопкой. Далеко. Она того не стоит. Правильно, точно, она того не стоит, чтобы туда ехать за ней. тратить свое время и нервы. Спасибо за поздравление. Поздравляю. А я маму уговариваю себя подстричь. Сегодня вечером. Хочу все состричь. Я вообще подстригся бы вообще коротко, коротко. Прям под машинку полностью? Не хочу. Ёжик? Ну, хочу от волос устал. Устал. Хочу, чтобы голова отдохнула. Волосы обновились. Все равно приятно. Рады за вас. Поздравляем. Спасибо. Так что сегодня сяду, как брить не спишь. С налысом погреться. Ух ты. Так что Илью сегодня погреем налысо. Завтра вы посмотрите, какой он лысый. Илюх разобрался с кофе-машиной. Как нагревать? Не надо. Это, как нагревать? Надо было тумблер в другую сторону повернуть. Видео про подвязку курцов классное. Я тоже так подвязываю. Очень хорошо. Чем сегодня занимались? А чем занимались? Дождь? Или я был дома, да? Чем ты занимался дома? Ничего. На полу лежал, в караоке попел. Отдыхал по полной программе. Про кофемолку, кофеварку снял. Вот так. Лысым будешь. Лысым будешь? Не, не буду. Хочу обстричь вот эту бабетку. Доброй ночи. Не хочу. Устал от волос. А я сегодня ездила на птичий рынок. Смотрела, что продают. Думала, что-то интересненькое. Ну и как? Давно вас не видела. Добрый вечер. Мне понравилось видео про Ауби и про огурцы. Спасибо. Пожалуйста. У вас новая кофточка. Как приятно, когда вы все замечаете. Мамка наша купила кофт себе. Кофт сегодня я. С цветуями. Ну, какие уж на меня подошли. А что, очень хорошие кофты. Летняя веселая кофта. Вам идет. Спасибо. Вот видишь, мне говорят, идет. Так что. К нам еще кто-то присоединился. И нас 18 человек. Да, вам очень хорошо. Спасибо. Цветы в тренде. О, я в тренде. Как огурчики. Так, Илюх, разобрался с кофт-машинкой? Да. Там надо было тумблер повернуть в другую сторону. И тогда горячая вода полилась. А у меня он был на холодной воде. Сначала. Да, Юлия, вам яркое к лицу. Очень классно. Спасибо. А, и как вкусно? Я вам скажу, очень вкусно. А, я вам скажу, что мама кофе пить вообще не умеет. Правда, он надо мной посмеялся. Я ей такой кофе. Ну, я не могу без сахара пить. Кофе сладкий, как пипец. А, там добавлено? Там двухслойный кофе. Какой он сладкий? Он горький. Два слоя. Две капсулы надо класть. Двослойный. Маме сделал. Вот рассказывай, ты угостил. Да. Думаю, она будет пить так аккуратненько. Она взяла этот слой, перехерачила, перемешала ложкой. Я говорю, ты что делаешь? Она еще с сахаром три ложки туда добавила. Я говорю, мама, у тебя слипнется все. Я говорю, это два слоя, они и так сладкие. Зачем ты их перемешала? И сахаром засыпала. И сидит, мешает ложкой. Я говорю, где ревня? Вот так. Мама наш человек. Правильно, вот. Мама наш человек, который смеется надо мной. Так вкуснее. Точно, так мне вкуснее. Илюш, ты от кофе так зеваешь? А, зеваешь. Не знаю, что такое. Погода, погода, наверное. Сегодня рано проснулся, я вам пожалуюсь. Мальчик, который у меня сигну-сигну, дайте мне сигну, все кричал здесь. Он мне написал смс-ку в 5 утра, товарищи. Это же вообще кошмар. Ну, как можно? Это как хотелось к вас. Зато, как хотелось к вас. То мне звонят в 12 ночи. Всякие поклонницы. Огурчики нормально. Ну как, если на улице холодно, все равно в теплице затормаживается рост. И как бы вы не хотели. Хоть и тепло в ней, но все равно растение все чувствует. Илья, приколись про огород. Э? Всем нравится. Ну как ты? Всякие огурчики. Видишь, сегодня нет у нас огурцов. Да, у нас сегодня ничего. У нас чай с лимоном. Морковка в тренде? Морковка? Не знаю. Видишь, арбуз с сахаром любят кушать. А многие любят, да? Ой, про поклонниц звонят ночью. Охают, охают. Так ладно поклонниц, так и поклонники звонят. Понимаешь? И говорят, что ты снимаешь? Что ты снимаешь? Ты что, дурак? А потом мне говорят, снимай больше, снимай больше. Я говорю, так и не понимаю. Давай поржем. Поржем. Ну вот я говорю про поклонниц и про поклонников. Ну, ты что-то очень это, не смешно говоришь. Как ты? Всегда смешно, и мы смеемся. Нам радостно. Юля, вот куст огурца растет вместе со всеми. И ни одной завязи нет. Что это такое? Что делать? Надо сажать протинокропические сорта, которые самые опыляемые. Тогда будут огурцы, и не надо будет ломать голову, почему нет завязи. Только и всего для теплицы. Ну, давай про огород просят. Про огород, ну, вы задавайте мне вопросы, и я... А вы ему задайте вопрос, и он вам раскрутит этот вопрос. Добрый вечер, Можайск. Ромашка. Очень приятно, Ромашка. У меня моро. Неправда. Портинокропический. Я уже заговариваюсь. Сама пыляемые огурцы всегда с завязью. Девоньки мои, так не интернет на ночь отключай. Они номер мой узнали и звонят. Что, правда звонят? Ну, я серьезно говорю. Мам, я вообще в шоке. В 5 утра мне смс прислали. Ку-ку. Отключай телефон. Надо отключать. И я такой глаза открыл. Сообщение. Ку-ку. Думаю, ну вообще, что ли, ку-ку? Слушай, ку-ку, а это... А я? Звук отключи. А светает в 3 часа, что ли? У нас сегодня прям в 3 часа светло. Ужас. Привет. Я в шоке. Мальчик один вчера письки-письки все писал. Да, ну это мелкий. Ну это, ну да, это мелкий. Нет, какой мелкий? Потом мальчик это говорит. У меня там 3 куста. Одного суток. Ой, слышь, мам, разблокируй меня. Ты заблокировал меня вконтакте пишет. В перископе. Я говорю, подожди, ты позавчера письки-сиськи писал. Вчера я его второй раз уже блокирую. Он, ну это последний раз. Я, я не покрасывал. Кто покрасывался? Ты покрасывался. У меня, у меня... Добрый вечер. У меня блеск для губ. Сени Живанши. Привет. Контур для бровей. Все, Илья, Слава, тебя нашла. Слава меня нашла. Да нахрена мне такая Слава нужна? Я спать хочу, ну вот что. Сегодня учился на руках стоять. Опять плечо выбьешь как-нибудь и все. Погода такая никакешная. Вообще. Ох, это Слава, да? Да, вообще. Все, думаю, ролики снимать сценарические. Все, никак не могу дойти до этого. Как дожди переносим? Очень-очень плохо. Мне грустно и стрёмно. Илья грустно и стрёмно, а я переживаю за посадки. А я не за что? Купил гибрид кабачков, посажу. Сначала ты их, Марк, замочи, пусть проклюнутся, а потом сажай. Когда пасынки удалить? Илья, отвечай, когда пасынки удалить? Знаешь, вообще, что такое пасынки? По ночам. Тебе задали вопрос. Пасынки. Что такое пасынки? Возьмите пинцет. Нет, подожди, давай начнем с того. Что такое пасынки? Волосы, волосы на теле. Пасынки. Ладно, дальше, что мы делаем? Наносим. Куда наносим? Пасынок или ножницы? Хватаем этот пасынок и вытягиваем с корня. На теле. Пасынки это такие боребухи, которые мешают расти огурцам на грядке. Боребухи? А что такое боребух? Такие хохоряшки. Вот так, понятно? У нас открытие. Все надо поливать марганцовкой. Больше марганцовки и на огороде у вас все будет лет. Илюк не грустит. Ленка, дождь заколебал, дождь вообще. Молодец. Пасынки. Юля, молодец. Раскручивать Илью на ответ. Да, конечно, а что он? Он все, думайте, он все знает. Он сейчас вам все расскажет про огород. Да? Да вообще. Все прям расскажу. Как с муравьями бороться? Расскажи, вот все задают вопрос. Муравьи любят сахар. Возьмите бутылку с водой. Так. Налейте воды туда. Разбавьте, киньте туда кусочек сахара. Вода будет сладкая. Муравьишки будут туда влазить, топиться, горевать. И не будет на огороде у вас муравьев. Или заведите муравьеда. Придите в зоопарк московский. Отвлеките охранника. Расстырьте муравьеда себе на участок. И забудьте про муравьеда. Вот про муравьеда. Круто, конечно. Вот так. Юля, мы с вами члены жюри. Ха, точно. Когда у вас отчетник. Отчетник. И пишут, главное, тебя в огород не пускать. Висит и нет. Смотри. Если в огород пустить. Знаете, как там все попрет, зарастет. Посмотрите, какая красота неземная. Всем будет интересно, кто это такой наряженный пришел на огород. Огурцы попрут. Как помидоры покраснеют. Кукуруза как вытянется. Жаль, что не могу полноценно пообщаться. Вот мне так вас всегда жалко. У вас постоянно вот проблемы и что-то с интернетом. Про муравьев тоже класс. Вы знаете, я вам расскажу про муравьев. У меня муж провел эксперимент. И теперь не в норку. Нет, не в норку. Просто подписал. У нас была муравьиная куча. Он намочил керосином. Но помочился? Или не помочился. Намочил тряпочку керосином и бросил на муравейник. Все муравьи исчезли. Вот. Представляете, они боятся керосина. Оказывается. Помочился, замочился. Попробую сменить ее. Ее сменить ее? Она что-то... Ой, ну ее тут самый нормальный вариант. Ни на что не менять ее. Пускай если она глючит, но она хоть иногда работает. А мы соды засыпаем. Ну вот многие говорят. Да, я знаю. Что ты знаешь, Марк? Знаю, что она... Вроде помогает. Да, наверх помогает. Но сердце не хочет... Ты далеко отправился? Пукнуть! А, про керосин. Про керосин. Кстати, даже говорят, что от сорняков морковку керосином поливают. Но со временем прибегает... Они такие, да, они уйдут и снова придут. Вот. Находит меня... Я... Какой айфон у Илюши? 6s. Вот. Да, заработал 6s. Что ты говоришь? Ты куда ходил-то? Пукнуть, говорю. Ой. А ты тебе все скажи. Какие подробности? Ну а ты что скажешь? Я думала, за яблочко. Нос попудрить. Богатый. Да вообще 60 тысяч потратил богатый. На что? На айфон. А почему потратил 60 тысяч? Потому что арабы за бесплатно меня поселили. У меня остались деньги. И у меня телефон сломался, мой 5s. И мне выхода не было. И купил айфон. Да, я прибабле... Да, прибабле... Кофемолку, ой, кофеварку вон. За две с половиной еле-еле купил. Ну, купил я эти. Правильно, когда были дешевые, ходили смотрели, да? Угу. А потом... И тупо акции. Там написано было 5. Зачеркнуто. Ну, может, чего угодно можно написать, конечно, да? А хорошая кофеварка тоже купили. Ну да, я говорю, да. Ну, единственное, что коф... Капсул дорогие, да? Ну что... Шорт купил зеленые? Купил ее, шорты купил. Шорты жара, девоньки. Шорты хороши, мне тоже понравились. Я возмущенна, что я влазил в 31 размер. Но я мог бы в 30-ку спокойно зад свой впихнуть. Капсулы, да. До этого 34 носил. Ну, что капсулы, да-то, господи. Капсула стоит 30 рублей. Но эта кофеварка, она не для того, чтобы каждый день пить. Чтобы пить. Не каждый день, а каждый час. Это... Ну, хотя хрен знает, мам. Ну да, наверное. Это, наверное... Это все-таки... Как вкуснятие, наверное, съесть какой-то. Господи. Ну нет, но все равно, Илюш, на завтрак, например, можно... Модно, знаете что, намочить тряпочку керосина и половить. Ну, я... А я-то про что говорю? Я про это и говорю. Что... Куда положить-то? В муравейник. Я же сказала, а Марк подтверждает. Говорит то же самое. Он может конспектирует. А-а-а... Может быть записывает. А-а-а... Арлекина, Арлекина... Что там? Илья. Отдыхать собираешься? Сегодня только мне арабы. Давай. А что по акции 35 рублей? Давай, говорят, приезжай, приезжай в июле. Не знаю, вообще ничего не хочу сейчас. Никуда. Ой, а я сегодня в этом... Где я была? В подвале-то как у нас магазин называется? За дно. Ой. Такие классные супницы купила маленькие. Всего по 45 рублей. Знаете, какие хорошие? Илюш, хорошо худеть. Хорош худеть. А, дохленький. На чем штаны будут? На чем, молодведь? На пиписьки. Ой. Да шучу я. Ну, как худеть-то? Я не худею. Я спортом занимаюсь. Видите? Мышцы качаю. Только они у меня не качаются. Скоргантель не поднимешь. А? Ну, здрасте. Приехал. Ну, у меня вес 76. Собака. Я хочу до 75 его догнать. Нет, ну, я хочу сказать, думать, наверное, ты вообще не ешь. Да и ест он. Просто он выборочно что-то ест, а что-то не ест. Да? Что? Ну, не знаю, что. Ну, я жру все подряд. В кафе пошел. Вон, сейчас старел. Ага, он в кафе ест все подряд. А дома он не ест все подряд. Ну, когда дома у нас... Есть что поесть? Есть что поесть. Я ем. А в кафе я... Ну, прям вообще не качается. Че? Че не качаешься? Ру... Не, ну, я говорю, что мышца не качается. Ну, не надо прям так. А я хочу научиться грудью дергать. Смотрите, могу. О, смотрите. За грудью дергать. О, видишь, макс? Ой. Сисюля дергается. Ага. А другой не могу. О, крошки. Ночной разговор. Слилый меня. Доброй ночи, доброй ночи. Как кофе... Все спрашивают, как кофе... Кофе в машину хорошо. Все это все... Всех угощал кофе. Всем предлагал. Все. Всех напоил. И все... Разно. Вот я пила какой-то кофе вкусный. Как по-сечему? Макачино какая-то. Макучино, капачино. Макачино. Макучино. 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 Очень вкусно. Не, ну, как-то еще... Пенка же делается такая, да? Юля. А, вторую кофточку. А я, знаете... А, она две одела сразу. Она сейчас снимет одно. Я вам... Следующий раз я одену другую кофточку. И так я вам покажу. Я их купила четыре штуки. О, они приносят четыре. Да. Да. Потому что мне понравилось очень качество. Они такие легкие. Легкий и зеленый цвет вам к лицу. Под лицу все к лицу, да? Глядя на тебя, пошла и купила только другую. Кофточку? Нет, кофеварку. Юля, теплицу с томатами. Нет, вы знаете, у меня две форточки открыты. А в одной теплице даже дверь приоткрыт. Потому что сейчас мы с вами, девочки мои, можем загубить помидоры. И мальчики. И мальчики. Загубить помидор наш, как делать, нефиг. Ой, молодец, Юля. Ой, молодец, Юля. Вот, да. Ой, я все под впечатлением от поездки. Ой, какую же там всякую вкуснятину ели. Илюша, красива мышца. Видно, что он измортирует. А почему загубить? А потому, что сейчас мы можем устроить перепад температуры. Хорош с титюлями. Хорош дергать-то, правда. Девушки тебя смотрят, а ты тут это... И подмигивает. Ой, умничка, Юля. Подошло. Надо брать. Да, и я тоже так посмотрел, думаю, ого, надо брать. Ну, а что? Что мне тоже некогда бегать по этим магазинам. Пошел в разнос. Ну, что в разнос, правда, пошел. Веди себя прилично. Я? Что за поездка? Вела Рибу, Вела Баджу. А у кого поездка? А, я? Это я видео есть. Я ездила на открытие Оби, на новой Рибе. Окей, Оби. Норма, Илюх, нам нравится. Вот и все. Так, что буду дергать всем, чем дергать. Привет. Привет. Как там с кофе? Разобрался? Ох ты, мой. Я насмеялась. Спасибо. Разобрался и всех в гости. Нифига себе, вы такие деловые, вас столько много, а мне кажется, просмотров с гульки нос. А все прям спрашивают про кофе. Разобрался, девочки мои. Хайр-хорошки. А сколько просмотров? А, не знаю, небось, 300 штук. Вообще, еще горюю, блин. Че ты горюешь-то? Да вообще. Илюш, продолжай. Че горюешь-то, расскажи. Не знаю, погода на меня влияет. А вот одной не могу дергать, одной могу. А знаешь, есть ролик где-то на Ютьюбе, там мелодию отыгрывают. Всем, чем дергается. Улыбается, видишь? Ой, да, погода плачевная, да, совсем плачевная. Придумай темы для разговора. Илюша, все волнуются, что холодный кофе пил. Да, мелодия джингл-белл. Джингл-белл, джингл-белл, джингл-белл. О-де-болл. Тебя попросили придумать тему. Тема. Давайте поговорим, придумывай, давайте я разовью любую А вы предложите тему. Тему, эта девушка, у нее... Имплантанты так выглядят. А у нее с мужиком стоит она рядом, девушка. И Сисюля меня тоже так дергает. Мужик. Те-те-те-те-те-те-те-пел. Те-те-те-те-те-пел. Да? Чингл-белл, чингл-белл. О, мам, давай с тобой видео снимем. Какое? Так. Нет, я так, к сожалению, не могу. Ладно. Да, много таких видео. Прикинь, ты такая на огороде. Джингл-белл. О, мам, а давай мы снимем какое-нибудь видео, как будто я буду твоим сексуальным садовником. И все будут тебе писать. Васадуль, в огороде, вообще из ума выжила. Да не надо, мне и так пишут. Такую ерунду. Еще мне это будут писать, я буду расстраиваться. Войду весь в масле такой. Хеллоу. Такое бы видео с мамой набрало миллиард просмотров. Он предложил, что мы едем на машине. Он разработал. Ну-ка, расскажи, что ты придумал. Мама мне такая говорит. Что думает? Илья, ты знаешь, что такое вирусное видео? Я говорю, ну знаю, вирусное видео, это такое видео, которое быстро разойдется по интернету. Я говорю, допустим, мы едем на машине, сейчас нас потрясает какой-то хрен, папа начинает с ним ругаться, а потом ты типа каратэ-маратэ показала и всех замочила там, я говорю. Всех спасла, короче. Мамка-ниндзя. И все сказала. Это видео разойдется по интернету. Представляете, я выскакиваю, сумкой, нет, сумкой бью по башке. Сумкой бьешься. Пу-пу-пу. Да? Нормас так-то. Кошмар. Кошмар. Вот такие дела. Вот такие дела. Что-то мы сегодня не общаемся. Ну давайте тему придумаем. Ну как устали? Ну как, сегодня суббота, да? Сегодня наоборот субботу все врослабоне. Так, мне понравилась задумка. Все, мама, завтра. Так что завтра едем на машине, да? С сумками будешь всех бить. Бить и выскакивать из машины, да? А лучше всего мы с тобой давай заляжем у нас в каннабу около дороги и будем яйца накидать в машину. Представляешь? Вот видос-то где. А что? Ты быстро бегаешь. Я вообще не бегаю, у меня коленка болит. Ну вот значит я убежал от этого. Что думаете много? 11 кит огурцов. Нормально, Марк. Можно было. Я не поняла, что за один скид-то огурцов. Ахаха. Да, вот это вот было бы классное видео. Представляешь, яйца летят там. Пиу, пиу, пиу. Видишь, на праздник будете шашлык жарить во дворе? У нас дождь, ливень идет. И завтра сказали дождь. Китайских. А, что 11 штук ты собрал? Или, а, ты посадил один. Я не знаю, зачем ты столько посадил. Достаточно два куста посади. Илюха не хочет прикалываться про огород. Ты не хочешь. Всем так, по-моему, мне тоже тогда, кстати, очень понравилось. Ну что, не знаешь. Вот вы взял бы, вот рассказал. Ну, например, что мы сейчас должны посадить? Вот ты нам скажи правду. Сажать вообще ничего не надо. Дожди, дожди, дожди. У нас завтра день города. Бабкина приедет. Ой, бабкина. А почему? Да потому что, Марк, ну это считается салатный сорт. Вот, и достаточно два куста. Что на огороде? На огороде вообще сейчас сажать ничего не надо. Сейчас очень все там воды полно. Да? Да. Ничего не волнуйся? Лучше рыбу разводить. А ты расскажи, как экстрасенс, что нас ожидать на огороде? Что? Урожай будет? У тебя? У тебя будет хороший урожай. Смородины красной. Черной не будет. Черную пожрет какой-то жук. И картошки. Ну, а что это здесь? А картошка у тебя будет чуть-чуть мелковатая. Но потом она адаптируется и будет все хорошо. Ты расскажи, когда чучел-то будет готова адаптироваться. О, Ленка, чучел. Ты его делаешь, ты его вообще не делаешь. Готово. Он даже не начинал его делать. Я вам тайну открою. Надо начать как-нибудь делать. Мы же должны торжественно его на огороде поставить. Э, э, э. Должны. Торжественно. Блин, ну, будет страшно. А если оно ночью будет оживать? Да, и ходить, как фильм ужасов, да? К тебе придет. А? Ну, а ты его сделал-то. Ну, к тебе и придет. Что, оно ко мне пойдет, что ли? Ой, люди некоторые во снах говорят так страшно. Мама наша тоже говорит во снах, как начнет какую-то фигню молотить. Мама спалила. А что я тебе спалила? Не знаю. И мама во сне говорит. Угу. Допустим, я спать не вожусь. Очень здорово, когда Илья расходится и придумывает. Вот правда, мне тоже нравится. Я тоже всегда хочу. У меня сегодня днюха. А, что? У Ленки днюха сегодня? А ты что, даже не знаешь? А я не знал. Лен, у тебя что, днюха? Илья, как тебе не стыдно? Ай-яй-яй. Мам, ты иногда забываешь, когда у мужа днюха. Что там мама во сне говорит? Ой, она говорит. На Тарабарском? Нет, она говорит. Сорники, сорники, вы садули в огороде. Лайк, лайк, дизлайк. Правда, у Лены. Ну, давай хором поздравим. Дорогая наша Леночка. Леночка. В этот, пускай, чуть-чуть дождливый день, мы поздравляем тебя, наша ты золотая, хорошая подруга. Наше семейство меняевых. Так. Я тоже. В смысле с этого? Поздравляем тебя с твоим праздником. Оставайся же такой всегда хорошей, доброй, жизнерадостной. Отзывчивой. Отзывчивой Ленкой. Даже не Еленой. Будь всегда Ленкой. Потому что ты очень у нас... Напросил? Да нет. Нет, ты очень у нас хорошая. И мне очень приятно, что у меня появилась такая замечательная подруга, которую я могу с точностью сказать и даже поделиться. Поделиться, да? Что у меня во ватсапе я мало с кем дерусь, а Ленке даже отправляю сообщения голосовые. Вот так. Вот так. Так что, Лена, хороших тебя. Пускай твоя жизнь наполнится яркими красками и все тебя окружает только любящие тебя люди. Еще у кого-то сегодня днюх. Да ладно. Ну вы что, прикалываетесь? Я тут, блин, это. Лена, ну у тебя-то правда днюх? Так что, Ленка, с днем тебя рождения. Нифигас, такая деловая и молчит, что у нее днюха. Это говорит о скромности человека. А я вам открою тайну. У меня когда днюха, я даже в школу не ходил. Присоединюсь к поздравлениям с праздником. Я вас очень люблю. Спасибо, дорогие. А я вот не люблю свой день рождения. И мы тоже вас очень любим. Я даже помню, в школе у мамы просился не ходить в школу на день рождения, потому что я очень сильно смущался, когда меня поздравляют. Правда, что ли, про сорняки я во сне говорю? Или придумываешь? С днем рождения, Лена. Лена. Сегла. Лена, тебя все поздравляют. С праздником. И Марк присоединится. Ура. С днем рождения. Мама, вон, даже подняла вискарь. Чай, чай, чай. Ну чай. Какой вискарь? Сейчас опять скажут. Вы пьяные? А что? Мы каждый день подбухиваем. Пьем, да? Ну правда, или придумал, что я во сне про сорняки говорю? Нет, говорит. Да он шутит. Какой сорняк? Ой, еще один сорняк. Я говорю, мам, успокойся. Петрушка, огуречки, огуречки. Холодно, холодно. Я говорю, мам, да все. Накрою ее пледом она. Ой, тепло, тепло. Рассада поперла. Ой, Илюш, ты такой фантазер, тебе надо писать книгу. А я пишу книгу, сейчас пишу книгу, как добиться успеха за 30 минут. Тащи вино. Илья, тебе только фантастику писать. Прикольно. Да, ну мне вообще предложений много поступает по моему каналу. Спасибо большое всем, всех люблю. И мы, Леночка, тебя очень любим. Много предложений поступает. Все присоединяются. Не знаю вообще с кем снимать видео. Все хотят со мной видео снять. Но я всем пока отказываю. Всем отказываю. Ну, Марк, ну зачем выбрасывать то, что посадил и выдергивать? Я тебе просто говорю на будущее, что ты думаешь. Катя Клэп мне вот звонила вчера. Илья, вот брехать любишь. Ох, как мне понравилось. Написали слово брехать. Это говорит о том, что мы все свои здесь. Ой, это эти предложения. На телевидение зовут. Везде зовут. Зовут, везде зовут, да. Везде отказываюсь. Я не медийная личность. Ой, и я тоже не знаю. Везде прям ежа, ежа, ежа. Шутка. Обоссаться не говори. Большая, большая виртуальная. Шутка, шутка, шутка. Это мы шутим. А то подумает, Илюш, правда. А что, я не вру, я не шучу, не вообще. Что тебе? В кино звали сниматься, я отказываю. Ну, место много занимает. Лучше обычных пассажиров. Илюша, с Робиной точно снялся бы звезда? С Робиной? С Робиной Худиной? Не снялся. Я даже постеснялся к ней подойти. А ты ее видел? Конечно, она видела. Ольга мне, твоя Робина Худина, иди к ней. Иди смоткайся. А я, давай я подойду. Я говорю, нет, нет. И мы так ходили. Она там в розовом платье рассекала. Давай сочиняй уже. Это как это с этим, с Маратом-то всех тоже фотографировались. Ну, Сима у него какая интересная. Кто? Сима, продюсер. Сима, бог ты мой. У нее, знаешь, как по голове выбритая. На видеофан ходил? Нет, не на видеофан. Мы ходили на видеопипл, на обучение ютуберов. И там она тоже была. А на видеофан, нет, видеофест, где когда там все встречаются, я не пошел. Следующий день был. Там Катя Клея простыкала. А ты сурога боишься, нет? А? А Илья? Илья, ты посмотрел про чудо-банки? Зря Илюха. Не понял, как не чудо-банки. Она хорошая девчонка. Может быть, видел у кого-то про чудо-банки? У нее может быть, нет? Нас 16. Нас 16. А, от растяжек. А, от растяжек. Ну, типа там на дляхе, третий, тереть до крови. Не, я посмотрел раз, да, вот мне по словам. Ну, банками такими, да? Да, не знаю, какой-то хренатню. Ну, я там тоже вчера, блин, сказал, что у меня растяжки. Подумать, что у меня жопа вообще дряблая. Да нет у тебя никаких растяжек. Фантазия, фантазия. Не, не растяжки, знаете, когда резко толстеешь и потом резко худеешь. Ну, ладно, это растяжки. А можно утром посадить морковь? Можно. Это лимфодренаж. Не, знаете, какая это хрень такая? В розетку втыкаешь и вакуум. И она кожу всасывает вообще. Какая большая у тебя, да, штука? Есть мезороллер. Это тоже такая садо-мазо хрень. Ой. Ой, вот так, вот так, что я что-то вот так. Не знаю, завтра концерт, вечером в Москву еду. Ты в Москву ешь вечером? Да, да, я. На день рождения меня пригласили 18 июля. Че дарить? Ну, еще до 18 июля пихтерить, пихтерить. Илюха. На ручках у стены еще не оторвался. Че? На ручках у стены не оторвался. Бывают от физических нагрузок тоже растяжены. Растяжены. Ох ты мой, какой кошмар. Не, ну а че у него? Вот так интересно, когда люди худеют, у каждого основная часть худеет. Ну, у кого-то что-то худеет резко. У кого-то живот, у кого-то задница, у кого-то ляжки. У каждого все по словам. Ну, у всех же по-разному организму. А я все знакомым говорю, чтобы они не жрали химию всякую. А че едят-то? Ну всякие. На руках у стенки или уже нет? Не, сегодня стоял. Сегодня стоял. А че они едят? Какую химию-то? Типа супчики, от которых ты будешь худеть. Там написано на пачке все органик, органик. Я говорю, какой же по-органик? Нет, я все. А я им все ягоды Годжи говорю. Ягоды Годжи. А они нет, вот супчики-супчики. А где они их берут, эти супчики-то? Покупаю где-то. Покупаю. Дорогие? А? Дорогие? А-а-а. Сами бы приготовили супчики и ели. О, ты знаешь толк? Ты знаешь толк в извращениях? О-о-о. В каких-то извращениях? И все. Вы мне расскажите-ка. Типа худеем за неделю. Ой, дрищешь дальше, чем видишь. И все. Нет. Я помню, до этого пил чай похудейка. Это такой кошмак. А у меня... Ой. Че? У меня щеки худеют. Это я... А, про лимфодрена. А чем можно... Моркови... Это вообще... Не поняла, Марка. Помню, однажды тоже... А-ха-ха-ха. Чай похудейку выпил и в метро пошел. А-а-а. Бог ты мой, мне ехать в центр, а я только где-то на Чертаново или в Бутово. И у меня уже все. И я... Ой, это неправильные пчелы. Я бегал везде. Выбежал на одной станции метро. Все смотрят, думают, что он носится. А я ищу этот синий ящик, куда сходить в туалет. Нашел? Не нашел. И что было? Ну, сел посреди метро. Да ты че? Как будто присел шнурки зашнуровать. Да? И... А потом отбежал, а там лепеха лежит. Да ты что, все. Ну, ты круто. Ну, никто не спалил. Ну, ты круто. Я ее так накрыл газеткой и ушел. Ну, ты крутой. Андерсон, ты. Нет, я говорю только правду. Правда, мы говорим. Ну, давайте о чем-нибудь. Илюха, друзья, завтра тоже будут? Те же будут. Да, они ко мне хотят, кстати, в Серпухов приехать, мамка. А я их отговариваю. В чем можно размешать? Да в чем угодно. Даже в обычном заварочном чайнике удобно. Размешал или ешь? А, я, наверное, рассказывал случай, как я... А, рассказывал случай, как я обсикался. Господи, что ж тебе такое-то, какое-то у тебя недержание? Нет, ну, маленький был, все же мы остались маленький. А, ну, ты рассказывал бы. Видишь. Рановато. Сегодня... Из-за дождя, Илья. Когда следующий фильм с моим участием? Ой, сейчас меня звали. Знаете, фильм будет с Джорджем Колуни и Джулией Робертс. Там какой-то фильм такой про бомбу. Меня хотели взять вместо Джорджа Клуни, но я отказался. Очень перелет дорого стоит, и гонорар мне не соответствует. И я бы с Анжелиной Джоли снялся, сказал... Илюш, может тебе памперс одеть? Не, не надо. И я решил, все-таки подожду пока, как предложение от Анжелины Джоли мне поступит. Фантазер. Фантазер. Завернет так, что иногда подумаешь, правда это или нет, да? О, а давайте сейчас поиграем в игру, правда или... Неправда. Неправда. Давайте, и вы должны отгадать, правда я говорю или нет. Ну, хотя бы... Я согласился, этот фильм. Здорово. Ой, приколись. Давай. Смотрите, как вы думаете, правда или неправда из жизни? Давай. Наша мама, когда училась в школе, кошек брала за хвост, раскручивала и подкидывала вверх. Вторая версия. Наша мама, когда гуляла по улицам, она любила гулять по железной дороге и собирать камни в карманы. Правда или нет? Это не про кошек, а про камни. Про камни. Правда или нет? Правда. Про меня. Как вы думаете, правда или неправда? Я до десяти лет жил в другом городе отдельно от родителей. Правда или неправда? Десять лет? Десять до десяти, до десяти. Помнишь, до девяти, до десяти лет. Правда? Варианты. Как вы думаете? Нет. Пишут да, нет. Сейчас посмотрим, кто еще что пишет. Ну-ка, ну шо? Ну нет. 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 Правильно. А как вы думаете, правда, что у меня была коза? Да. Да. Правда. 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 Правильно. Молодцы. Угадали. Правда. Да. Правда. А закрути еще что-нибудь. Так. Как вы думаете, правда, что родителей однажды вызвали в школу из-за того, что я сорвал урок в школе? Нет. 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 Правда. Представляешь? Нет. Нет. Не правда. Не правда. Не правда. Не правда. Не вызывали. Нет. Как вы думаете, правда ли, что однажды я опоздал на самолет? Илья-то смотришь, Андрей Нефедова. Не, я даже не знаю, кто такие школа-блогеры. Не знаю. Ты можешь. Да, опоздал однажды в Италии на самолет. Да. А вторая версия, как вы думаете, да, я помню, опоздал. И то так по глупости опоздал. Да. Да, вообще. Школа-блогера. Это что такое? Сериал какой-то, наверное. Да. Илюха все может быть. У меня все больше. А вот скажите, это правда или нет, что у нас есть на огороде теплицы? Мам, ну это какая-то глупость, это как-то теплица. Ну, это вопрос. Да. Да, про спа. Ну, давай, задавай вопрос. Пять штук? Правильно. Как вы думаете, вариант, правда ли в том, что у меня были знакомые, которые не любили моё творчество на Ютьюбе? У меня были друзья, которые не любили моё творчество на Ютьюбе и запрещали мне снимать на Ютьюб. Правда. Правда. Правильно. Илюш, просит, ты покажешь потом, как солить огурцы? Конечно, запросто покажу. Покажешь? Правда мне было показать. Как вы думаете, правда или нет, что мы иногда хотели завершить наше творчество на Ютьюбе? Был ли у нас такой порыв? Правда. Да-да-да. Да-да-да. Было такое. Как? Бог ты мой! Мама, давай мы с тобой поиграем в правду. Мама хотела. Мама хотела. Да, мама хотела. Мама хотела. Я тоже хотел. Мама была такая. Мне тоже, блин, это слушать говно всякое. А сейчас уже, наверное, стену поставим? Не знаю. Мне уж такая... Такую хрень пишут иногда. Неприятно. Вот так. Мама! Да тоже пишут всякие полдуны и полдуни и все понимают. Эдакие. Ну, давайте на чем-нибудь поговорим. Чайник. Это не чайник. Это стиральная машина набирает обороты. Центрифуга. Или прощайте, называлось видео. Да, 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 да. Давайте еще. Холодильник. Нет. Вся правда о Юлии и Илье Меняевых. Что же правда? Правда, что однажды... Ну, не придумал. Я навредил твоему урожаю на огороде. Правда или нет? Как вы думаете? Правда? Нет. Нет. Это правда. Это правда. Однажды я опрокинула маму всю рассаду с перчиками. Было, было. Да. А вот расскажите, вот сейчас я проверю, угадаете или нет? Угадайте, кто у нас сегодня начал вылупляться? Баребухи. Какие баребухи? Угадайте, кто у нас сегодня вылупляется? Утенок. Утенок. Нет. Гусята? Нет. Нет. Индюк вся сидит. Нет. Угадайте. Ну, кто у нас вылупляется? Киндер сюрприз. Киндер сюрприз. Нет. Не киндер сюрприз. Мама, у нас прям программа предлагает, знаешь, ну, говори, ладно, кто у тебя вылупился, да? Индюшата. Индюшата. Петушок. Индюшата. Нам предлагают, что задавать будут вопросы, а мы должны на них честно отвечать. Давайте. Давайте. Задавайте вопросы, а мы будем честно отвечать. Мы согласны. Мы только можем писать, правда или нет. Давайте задавайте вопросы, и мы будем отвечать честно. Честно. Правда или действие. Да. Давайте. Правда. Правда или действие? Поросяк. У нас нет паросяк. Давайте. Правда или действие. Первый вопрос мне может задать. Отвечу по чесноку. Прям честно. Да. О чем мне уж. Конечно отвечать. Цыплята. Индюшата. Индюшата вылуплялся. Задавайте Илье вопрос. В правду будем играть. Он в правду вам ответит. А. первый поцелуй у юли когда у тебя был первый поцелуй сколько раз у тебя сказали первый поцелуй у юлии когда у тебя был а я не помню зачем ты врешь огород нет не надоело обожаю помнит честно говоря не помню но я вам хочу сказать что он был с папой с нашим а у меня кстати первый поцелуй был очень поздно ну хотя не знаю ну не такой взрослый поцелуй честно скажу вот так прям моя первая настоящая вот молодец я честно говорю сколько и лучше лет говори давай правду детстве а действие а можно сказать правда или день нет да действие это они что-то говорят я должен что-то нет это это не не честно так илья твоя очередь давай почему у тебя нет почему потому что нет не знаю потому что на чесноку нет чесноку мне комфортно одному я скажу вам по чесноку есть такая категория людей которым комфортно одним ох и люша тут нельзя такое спрашивать сколько раз влюблялся сколько раз влюблялся влюблялся сказал будешь отвечать отвечай сколько раз влюблялся посчитай сейчас подумать шалашовка как нет сколько раз влюблялся но так что прям а безответно у меня была безответная любовь два раза на минут три раза наверно ну что значит влюблялся вообще влюбчивый это вообще однолюк нет ну как и не знаю ну не однолюк но если чувствую в свою сторону тоже что ко мне хоть какого животного родился в одиночество полезная штука угадайте какой у меня год вы знаете и вот в какой год я родилась и вот прямо ну вообще мне вот подходит этот мой год прям вот действительно в какой год я ради вас кто знает угадайте угадают лишь конечно сейчас ждем илюша может перебрать со спиртными напитками и уж можешь перебрать крысы угадали юша мишу может перебрать спиртными напитками потому что когда илюши грустная бывает туда в компании это как мы в отпуске я могу но редко но могу редко но метко могу перебрать это босса нет у меня не год лошадь сказали же год крыса год крысы угадали год крысы да я могу перебухать да ладно угадали вот год крысы вы представляете вот крысы все тащит в нору и я наверно такая же у тебя без ответ но не то что безответная а вот я вам говорю у меня работа специфическая работа специфическая и мне хотели чтобы я учить работу на другом месте я не захочу не захотел ты можешь купить любой за деньги илюха ты можешь купить любовь за деньги я могу не то что купить любовь за деньги я могу попытаться окутать человека заботой и может быть в надежде что этот человек меня влюбиться но это глупость да блин надо смс кто и сделать все для человека да потерпишь напиши потом а то сейчас уже все скоро будем прощаться вот вот видите какая вот у нас тема затронут очень интересно но так что прям купить любой за деньги мне кажется невозможно юля вас много тайн вы знаете пожалуй нет у меня единственное что я честно скажу я не люблю когда мне задают вопрос про мои сотки сколько у меня соток а у меня нет никаких тайн я я человек настолько открытый мне порой говорят но будь похитрей но не рассказывай все разъедем не говорит я все рассказываю в этом плане глупая все говорю а у меня вот нет а вот плохо очень личные вопросы спасибо за данные пожалуйста а правда по гороскопу кто илья кто-то по гороскопу конь ну ладно рыбу вы трусливы кто я скажите вы трус или я ответь на на что по гороскопу или трусливая у меня все гадают про мой возраст про гороскоп он рыба по гороскопу я рыба и мне тридцать один год это он три говорит правду год так мне нет 18 мне не 24 у меня просто очень хороший косметаллок мне тридцать один больше два нет или 30 18 он вам говорит правда ему 31 не 31 я размениваю четвертый десяток у меня муж рыба год быка на знак для мужчин понятно хороший знак 31 знаю вот чей и люк ты завидуешь кому завидую нет я не сейчас сейчас никому не завидую но иногда местами я могу но так что про на что там ну нет но мне иногда нету кстати я не завидую а кому нет нет не то что я не завидую мне иногда обидно что ну почему ну почему не со мной или сам не у меня да да ну почему нет такого а у зимки то вот не мне так ну что блин ну почему не у меня но правда правда 30 не обманывает твоя мечта которая не сбылась или никогда не тридцать один моя мечта который не сбылась или никогда не сбудется или я любишь целоваться целоваться я очень люблю кстати да так что не очень сильно не обманывает он ему 31 поэтому сегодня правду говорит лишь на 31 не вот представляете мне 31 бог ты мой мне 31 у меня не парит мой возраст ну я я как-то вообще себя не ощущаю на 31 про мечту какая мне мечта что который не сбудется никогда но нет такой мечты мне кажется любой мечтаясь вонее я знаю не просто не надо лучше думать что она не сбудется она обязательно сбудется но надо верить даже если она не сбудется лучше верить было видео где вы говорили что и да я всегда говорю что мне 18 за всегда говорит она говорит ему и 18 потому что основной вопрос который меня бесит это меня спрашивают сколько тебе лет я не люблю на этот о чем ты раньше мечтала сейчас не надо часто ли вы попадаете в экстрим маленькие такие ситуации попадаете попадаем я очень часто попадаю я очень часто то у меня блин таксист газом запшикает у меня карты взломают до ильи постоянно что-то через жопу кувырком все потому что я наверное рассеянный с улицы бассейной не собран не собран не собран и да не какой мне даже друзья говорят что ты очень такой тебе везде надо все посмотреть и вот за счет этого ты иногда бываешь такой очень личность творчество про таксиста расскажи долгая история что я ехал на такси и он не сказал платить допустим а вызвал такси мне сказали платить одну или читать чужие письма вот честно говорю нет а как короче такси заказал такси по телефону приехала машина мне сказали заплатить допустим 200 рублей а таксист когда я ехал он говорит платим не 400 ну к примеру тоже не помню сумму я говорю я не буду платить я буду платить сколько мне сказали он да тут такой чё офигел бла-бла-бла я говорю остановить машину я с вами не поеду он заблокировал машину я звоню диспетчером сколько я вам должен заплатить мне говорят 200 и и я на громкой связи и он говорит нет ты мне заплатишь больше и ягур остановить машину на светофоре я открыл дверь и начал убегать короче а нет я с вами не поеду и дверь закрыл и короче дуна за куртку до содрала ночь потом он потом чувствую меня по спине кто-то разворачивает и лицо газом шикать я ничего не вижу он с меня куртку снял сумку отобрал и пытается меня короче от херачки сбить я вот так выворачиваюсь всему отдаю и убегаю прикинь убегаю на дорогу в машину в первую сажусь закрываю дверь увезите меня хотят избить убить они меня короче короче отвезли но это долгая история потом не отдали сумку и милицию милицию ходил и все такой раз такой сказали не убили я буря не убили не изнасиловали я говорю нет ну иди домой чё ты поэтому я всегда переживаю переживаю всегда звоню и все такое прочее вот это да да вот такой бывает так что илья у нас без приключений не может ну что дорогуша мне просто я переживаю мне надо верить веще сны мне просто для себя написано сейчас вещи сны да наверно да потому что людям как-то я не люблю когда люди мне пишут и я не могу ответить на еще на что давайте до завтра тогда прощаться да давайте отдыхать потому что ужас это все время на пользу будет на будем надеяться давайте отдыхать вот надеемся завтра будет солнце и хорошая погода пока крепких вам снов с вами были юля и илья семья и посиделки меняем пока семья меняевых пока целуем вас